всем привет очередной выпуск новостей из австралии и он будет необычным друзья я плодотворно поработал в конце прошлого и в начале этого года и беру небольшую паузу я знаю как вам нравятся новости поэтому эта рубрика остается даже как и обновление по иммиграции у меня накопилось достаточно материала и при возможности я буду показывать что-то новое но я буду оставаться за кадром надеюсь что вы не против такого временного формата пожалуйста поддержите видео лайком итак начинаем совсем скоро день австралии и опрос проведенный по заказу института по связям с общественностью показал что 63 процента согласны с тем что национальный день австралии следует отмечать 17 процентов с этим не согласны поддержка среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет составила всего 49 процентов они согласны 31 процент и несмотря на это восемьдесят девять процентов молодежи в возрасте от 18 до 24 лет заявили что они гордятся тем что они австралийцы и только два процента не согласились заместитель исполнительного директора заявил что 26 января следует отмечать поскольку эта дата цитата олицетворяет становление современной австралии австралии это величайшие нации на земле наш образ жизни и свободы является предметом зависти всего мира и их следует беречь и прославлять друзья я обоими руками только за австралия это лучшая страна даже лучший континент на свете по оценкам министерства внутренних дел 70 тысяч человек проживает в австралии незаконно многие из них прибыли по туристическим или студенческим визам цитата большинство нелегалов живут в австралии в период короткого периодного времени а затем покидают страну им негде жить и мне где спать они со всех сил пытаются прокормить себя потому что у них нет работа или они не имеют права работать они в очень опасном положении как сказал адвокат джошуа страт из центра иммиграционных консультаций в прошлом финансовом году австралию покинула 5700 нелегалов да друзья это цена иммиграции в австралию по туристической визе с агитацией мы найдем вам жилье и найдем вам работу следует напомнить что посредничество подробного рода без соответствующей лицензии в австралии незаконно по данным геосайенс асшелия землетрясение магнитудой 3,6 балла было зафиксировано на севере штата южной австралии к северо-востоку от джеймстауна в 22.30 понедельник на глубине всего один километр а через полчаса ближе городу был зафиксирован автошок магнитудой 2 балла на глубине 5 километров сведений о пострадавших и о разрушениях не поступало что-то рано нас стало трясти в австралийском медиапространстве набирает обороты вопрос а морально ли носить короткие бикини девочкам подросткам возраста 10 до 16 лет родители жалуются что сами производители провоцируют детей продавая откровенно бразильские бикини которые смотрятся просто вульгарно помимо этической стороны вопроса забывает о том что детская кожа более чувствительна к ультрафиолету и закрытый купальник будет гораздо лучше защиты чем крем и мы провели опросы в нашей группе и мнения разделились примерно порвано с небольшим перевесом что мини это все-таки аморально а что вы думаете пожалуйста напишите в комментариях согласно отчету в котором было опрошено более 1300 руководителей компании по всему миру две трети руководителей ожидает что большинство сотрудников вернуться в офис на полную ставку ближайшие два-три года есть много руководителей которые ожидают что безработица увеличится но мы в австралии ожидаем то же самое и увеличится до такой степени что руководители почувствуют что могут с уверенностью сказать итак игра закончена мы возвращаемся к нормальной работе в офисе в нашей группе были горячие дебаты что лучше работа в офисе или работа из дома в любом случае работа остается работа которую надо делать качественно а исследование международного валютного фонда опубликовано на этой неделе показала что искусственный интеллект может повлиять на 60 процентов всех рабочих места в странах с развитой экономикой причем около половины из них вероятно выигрывают от повышения производительности с помощью и и в то время как на другую половину это повлияет отрицательно и действительно на практике не за горами массовые сокращения все новые автомобили а именно внедорожники и легкие коммерческие автомобили которые поступят в австралии с декабря 2025 года должны будут соответствовать стандартам по выбросу вредных веществ евро 6d когда был объявлен этот стандарт появились сообщения что новые популярные внедорожники и юты могут быть запрещены по причине несоответствия стандарта долгосрочной перспективы цены на автомобили с двигателем внутреннего сгорания могут вырасти поскольку производители будут вынуждены внедрять новые технологии с низким уровнем выбросов вообще в мире все хорошо с электромобилями но только не в австралии где 70 процентов электричества вырабатывается на угольных станциях так что дизелек будет почище айфон от apple впервые стал самым продаваемым смартфоном в мире положив конец 12-летнему лидерству samsung яблочники напродавали 234 миллиона смартфонов по сравнению с 226 миллионов у samsung блин я не могу представить полмиллиарда телефонов который произведен в год можете представить такую кучу жуть а в итоге apple заняла более 20 процентов рынка в то время как у samsung 19 процентов а китайцы из huawei подложили собаку корейцем как бы ни парадоксально это звучало активно наращивая продажи своих смартфонов постепенно прибирая себе бывших пользователей samsung друзья помните полгода назад мы поднимали тему запрета использования новых дровяных обогревателей в городских районах то есть обычных дровяных печек исследование показало что угарный газ является причиной 269 смертей в год в столичном районе сиднея и 65 смертей ежегодно в тасмане в конбере дровяные обогреватели могут убивать до 63 человек в год все это неспроста а вот в марбл бар это отдаленное село на севере штата западной австралии обогреватели вовсе не нужны потому что это самый жаркий город в австралии который пережил почти месяц жары выше 43 градусов марбл бар завершился 26 дневный период максимальной температуры выше 43 градусов и только воскресенье днем в 4 вечера температура опустилась до 42 с половиной градусов с 25 декабря по 2 января в этом городе 9 дней подряд стояла температура выше 45 градусов в некоторых северных частях западной австралии было выпущено предупреждение об аномальной жаре бюро метеорологии прогнозирует температуру до 50 градусов а вот с другой стороны австралии в северном куинсланде снова возможно формирование циклона ожидается что в выходные на образуется циклон и возможно достигнет берегов штата и может принести проливные дожди на данном этапе 30 процентная вероятность что он обрушится на побережье и 70 процентов что он останется в море в любом случае в регионе снова пройдут проливные дожди а в результате тропического циклона джаспер произошло бесцвечивание и гибель кораллов а также эрозии и массовая гибель рыб на крайнем севере куинсланда по скромным оценкам погибло более 10 тысяч рыб из 30 видов на лето началось повышение температуры поверхности моря что и так вызвало стрессу кораллов а сток пресной воды после рекордных осадков еще сильнее усугубил ситуацию проливной дождь привел гибель и хин и валаби которых просто смыло водой или оползнями из тропического леса на пляж или смыло в океан резкое увеличение числа случаев появления крупных крокодилов в реках на пляжах центрального куинсланда может быть связана с тем что наступил сезон размножения и молодые самцы пугаются преследующих их крупных самцов крокодилам нужна пресная вода ведь они не могут пить соленую воду поэтому зубастые направляются к каждому ручью в поисках пресной воды а после дождя всегда имеется какой-то ручеек или плотина который переполняется крокодилов также видели в районе гладстана а это южная конечность крокодилов и популяции куинсланда крокодилов также привлекают и сами рыбаки на их ведра с наживкой рыба да и собственно сами рыбаки часто оставляют еду возле лодочных пандусов и вот что я подумал а вот почему крокодил зеленый ну вот скажите кто видел зеленых крокодилов гена который является другом чебуратора это зеленый персонаж торговая марка лакосты также зеленый крокодил я даже загуглил и оказывается что это один из самых популярных крокодилев запросов что мне поведал гугли кожный покров крокодила включает большое количество пигментов и в зависимости от ситуации они придают крокодилам определенный цвет хотя на самом деле по-настоящему зеленых крокодилов в природе не существует и все же кто-то из вас видел хоть раз зеленого крокодила в австралии не все какие-то серо-коричневые наверное просто загорелы кстати догадайтесь какой я крокодилий вопрос был самый популярный напишите в комментах только пожалуйста не подглядывать и в тему дождей более 20 пляжей в объявлены непригодными для посещения проливные дожди привели к затоплению канализации которые впоследствии загрязнили гавань доцент университета западного сиднея ян рай сказал что одним из факторов является количество сточных вод образующихся из-за растущего населения цитата каждый человек производит около 20 литров сточных вод в день это кухня ванны стиральные машины и так далее канализационные сети сиднея просто устарели причем самой напряженной ситуации именно вдоль побережья подробности закрытых пляжей можно узнать на интерактивной карте штата новый южный уэлс ссылку вы можете найти в описании а также на моем сайте но и под конец житель сиднея запустил дрон на северном побережье штата и заснял редкую массовую миграцию австралийских скатов обычно ската собирается в группу от 10 до 100 особи и эта группа насчитывала 400 500 особей морской биолог али шичан из университета макури сказала мы не знаем почему собралось такое количество возможной миграции большими группами менее рискованно но в любом случае это очень красивое зрелище красный панда находящийся под угрозой исчезновения впервые родилась в неволе за два года в парке дикой природе алтин в штате новый южный уэлс всего в австралии насчитывается менее 10 тысяч особей на этом все новости за эту неделю надеюсь они вам понравились на еще больше новостей на моем сайте и на нашем телеграм-канале присоединяйтесь порой там идут жаркие дебаты не забывайте о наших группах по миграциях где вы можете получить бесплатные советы от иммиграционных агентов и о нашей группе для студентов моя помощь для вас также бесплатно пишите мне на email или в личные сообщения в telegram хотя на email конечно лучше чтобы ничего не потерялось благодарю вас за просмотр а если вам все-таки нужна говорящая голова пожалуйста напишите в комментариях и до встречи следующих видео удачи друзья удачи